Иван с очень звучной фамилией Заготовкин обсуждает эскиз дивана со своим рабочим. А ведь еще несколько лет назад за станком стоял сам. Помещение было ровно в 10 раз меньше, да и сам станок не активен. Все изменилось 3 года назад, когда вместе с женой решили работать не на дядю, а на себя. Благо все инструменты для создания собственного бизнеса в регионе есть. В 2011-м сначала получили субсидию на биржу труда, 58 800 каждому, а затем грант начинающим предпринимателям от профильного министерства. Уже по 300 тысяч. Итого получилось более 700 тысяч рублей. Это очень сложно. Осуществить, наверное, можно было бы путем вливания, там, с помощью кредитов, займов каких-либо. Но своими силами, не знаю, справился бы. Это было дополнительным стимулом, скажем так, чтобы рискнуть и открыться. Основная задача, наверное, была выполнена именно такая. Риск оказался не только благородным делом, но и прибыльным. На полученные от областного правительства деньги открыли мебельный салон, сделали там ремонт, купили выставочные образцы и заплатили за аренду. Работу разделили пополам. Полномочия мы делегируем так, что мы уже занимаемся производством, я занимаюсь продажами. То есть у меня салон, и мы разделили это. У меня свои рабочие, у него свои. Финансовая поддержка регионального правительства пришлась к стать отнюдь не только этой паре. Из безработных бизнесмены превратились почти 9 тысяч нижегородцев. Кстати сказать, на свои предприятия они нанимают бывших коллег по бирже труда. На новых предприятиях было создано более тысячи рабочих мест. С 2009 по 2012 годы на организацию собственного дела было выделено более полумиллиарда рублей. Инструкция для всех одна. Надо иметь статус безработного гражданина. Дальше у нас предусмотрена такая технология, как прохождение профессионального обучения. Это может быть и долгосрочные курсы, и краткосрочные в виде семинаров. После этого предприниматель выходит на защиту бизнес-планов, рассматривает комиссии. После чего дается утверждение бизнес-плана, и как один из методов дается решение о том, что да, возможно выделение единовременной финансовой помощи. Сейчас Иван и Юлия уже достаточно крепко стоят на ногах и с уверенностью смотрят в будущее. Говорят, работать на кого-то больше точно не хотят. Борочка их предприятия около 600 тысяч рублей в месяц. В планах открыть новый салон, а еще привлечь в делу дюйверскую сеть. Сейчас в их компании создано два рабочих места, но уже скоро предприниматели смогут взять на работу еще шестерых. Антон Ганин, Алексей Колякин. Объективно. ННТВ.